Сегодня мы в Вологде принимаем очень важное для себя мероприятие, мероприятие, которое для нас является одним из самых заметных и ключевых преддверий Дня Конституции Российской Федерации. Как мы знаем, Конституция 1993 года Российской Федерации закрепила права малочисленных народов и в 1969 статье Конституции она отразила гарантии защиты прав коренных малых народов Российской Федерации. И сегодня мы на своей территории рассматриваем вопросы, которые касаются небольшой части населения, но очень важные для нас и очень ценные, потому что их осталось из каждой национальности совсем немного. Так, например, вепсы, проживающие в двух наших районах, их всего 412 человек. Поэтому забота о каждом из них, о каждом человеке, о судьбе этого народа – это проблема не только Вологодской области, это проблема всего Северо-Запада, это проблема всей Российской Федерации. И мне очень приятно, что сегодня именно президиум ассоциации происходит на нашей территории. Мы постарались максимально показать, как мы относимся к этому, какие у нас проводятся мероприятия культурные, образовательные. И я надеюсь, что мы получим достойную положительную оценку ассоциации членов президиума. Этимология слова «Вологда», как известно, финногорского происхождения, а точнее вепского, чистая вода, это точно. И мы знаем, что история области, земли вообще в Вологодской, неразрывно связана с таким народом, как вепсы. Вепсы и истори здесь жили, они являются коренным народом, правда, малочистенными. Каждый народ, независимо от того, большой он, маленький, он стремится сохранить свои истоки, свои корни, язык, культуру, традиции. Но делать это в условиях очень большой многонациональности, какого является наша страна, весьма-весьма непросто. И здесь это происходит не от того, что чья-то злая воля, просто есть объективные условия. А условия – это востребован, не востребован язык. Так исторически получилось, что проблемы ведь вепсов появились, они не сегодня и не вчера, они появились давно, как, впрочем, и проблемы других малых народов. Это объективная данность, объективная реальность. Ну, происходит процесс ассимиляции, они тоже объективны. Ведь любить по национальному признаку, мне кажется, никто не вправе запрещать, и это до этого невозможно. И многонациональность для нашей страны – это не просто рассуждение теории, а это реальность. Национальность – это ты работаешь с этим человеком рядом, бок о бок. Зачастую это муж и жена, но вместе с тем, понятно, что представители каждого народа, они стремятся защитить свои национальные интересы с точки зрения сохранения языка или традиций. Это хорошо – стремление. С другой – очень важно, чтобы это стремление не приводило к конфликтам на национальной почве. Мы должны стараться уважать национальные достоинства каждого представителя народа, даже не просто народа, а каждого представителя народа, и с уважением относиться к традициям, обычаям.